За семь месяцев текущего года при осуществлении перевозок произошло пять дорожно-транспортных происшествий. В каждом пострадало по одному человеку, погибших нет. В четырех из них, по предварительным данным, виновны водители пассажирского транспорта. Представители ГИБДД и руководители компаний-перевозчиков сошлись во мнении, что для устранения спорных вопросов необходима установка дополнительных видеорегистраторов, которые бы фиксировали ситуацию не только по направлению следования маршрута, но и в салоне. Одним из основных нарушений, приводящим ДТП при осуществлении перевозок пассажиров является нарушение режима труда и отдыха и переоборудование транспортных средств из грузовых и пассажирских в нарушении требований техрегламентов Таможенного союза от 9 декабря 2011 года номер 877 о безопасности колесных транспортных средств. В ходе проведения надзорной деятельности отделам на подконтрольной территории не раз выявлялись факты нарушения лицензионных требований. По сообщению госинспектора дорожного надзора ОГИБДД за 7 месяцев текущего года произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, тогда как в прошлом году их было 53. В городе погиб один человек, а в прошлом году трое. Ранено 58 на 58. Если с разбивкой по автодорогам, то на федеральных автодорогах произошло 10 ДТП, в 2014 году 14, на областных автодорогах 4, в прошлом году 5, на муниципальных 34 на 34 ДТП. Мы видим небольшое снижение количества ДТП в 2015 году. Это за счет того, что сейчас большое внимание уделяется профилактике. Проводятся различные мероприятия, такие как детское кресло, пешеходный переход, нетрезвый водитель. Также сейчас особое внимание уделяем состоянию проезжей части, состоянию пешеходных переходов в особенности. На снижение показателей повлияло и то, что собственники автодорог начали приводить магистраль в соответствии с требованиями технических регламентов. Совместно с администрацией мы производили обследование всех пешеходных переходов, указали те недостатки, которые необходимо устранить в нарушении новых требований ГОСТ от 28 февраля, ГОСТ 522-89. На совещании присутствовали представители компаний-перевозчиков автоколона 1793, ЗАО «Автокар», ИП «Торбов» и ООО «Первый таксомоторный парк». Они также рассказали о мерах, принимаемых для снижения уровня ДТП, проверках транспортных средств, медицинском осмотре водителей, а также мерах дисциплинарных взысканий за различные нарушения. На сегодняшний день не все компании-перевозчики оборудованы терминалами «Стрелка». Алексей Севастьянов рекомендовал руководителям активнее включаться в работу по их установке. А те, в свою очередь, просили дать разрешение маршрутным такси делать остановки по требованию.